Всем привет! Сегодня на тесте у смартфон UA Sony Xperia XA1 Dual. Да, это смартфон уже второго поколения, а значит он должен был избавиться от всех несовершенств своего предшественника, стать намного привлекательнее внешне и в плане технических характеристик. Но стал ли? Давайте смотреть вместе. Внешне обновленный японец не очень сильно, но все же преобразился. Во время работы над его обликом муза явно изменила дизайнерам с математиками. Поэтому на примере XA1 на уроке геометрии можно запросто демонстрировать прямоугольник. Впрочем, это для трубок Sony не в новинку. Острые углы и четкие линии уже давно стали ключевыми элементами дизайнерской концепции смартфонов Xperia. Из-за них XA1 выглядит с одной стороны слегка скучновато, а с другой строго, что любители минимализма уверенно по достоинству оценят. Чтобы угодить как можно большему числу пользователей в корпусе модели, производитель использовал и пластик, и металл. Правда, где что, на первый взгляд, отличить сложно. Во-первых, все элементы тщательно окрашены в один цвет. Во-вторых, оба материала используются качественные. Не собирают на себе ни отпечатков пальцев, ни царапин при аккуратном использовании. Плюс имеют одинаковую матовую текстуру, из-за чего схожи на ощупь. Впрочем, повертев несколько минут трубку в руке, удалось выяснить, что пластиковая здесь тыльная панель и вставки на боковушках, а из металла верхний и нижний торцы. На верхней грани обустроен 3,5-мм аудиовыход и микрофон шумоподавления, а на нижнем мультимедийный динамик и разъем USB 2.0 формата Type-C. На левой боковушке находится выдвижной лоток по две nano-SIM-карты, плюс отдельный слот для карт памяти. На правой качелькой регулировки громкости кнопка питания и традиционная для большинства гаджетов Sony отдельная клавиша спуска камеры. Кнопка включения-выключения, хотя и маленькая, но за счет того, что больше других выступает над поверхностью и имеет другую форму, легко нащупываться даже вслепую. Качелька громкости имеет довольно тугой ход, так что случайные нажатия исключены. В свою очередь клавиша камеры очень низко опущена, из-за чего управлять ей приходится перехватывая смартфон в руке. Замечу, что кнопки в пазах не болтаются, да и в целом собран Xperia XA1 на 5 баллов из 5. На тыльной панели модели, помимо логотипа и объектива 23-мегапиксельной камеры со светодиодной вспышкой, есть визуальный намек на то, что помимо традиционного набора модулей беспроводной связи, в Xperia XA1 установлен NFC-чип. Он поддерживает функцию Android Beam для бесконтактной передачи данных и платежи касанием. Кроме того, в смартфоне реализована поддержка технологий Miracast и Google Cast для дублирования его экрана на телевизоре или другом сопряженном устройстве. Кстати, 5-дюймовый IPS-дисплей Xperia XA1 отображает картинку в разрешении 1280 на 720 точек. Он не грешит режущий глаз пикселизации, имеет широкие углы обзора, хорошую контрастность и достаточный для работы даже в условиях яркого солнца запас яркости. Из прочих его достоинств отмечу автоматическую регулировку подсветки, возможность ручной настройки баланса белого и активации технологии улучшения изображения Sony Mobile Bravia Engine 2. Впрочем, фишка его даже не в этом, а в практически полном отсутствии боковых рамок, компенсировать который, в шутку сказано, производитель решил уж очень широкими вставками в верхней и нижней части экрана. Единственная польза от них удобных ватт смартфона во время просмотра фильмов и игры. В остальном они лишь добавляют вес и размеры устройству, усложняя процесс взаимодействия с ним одной рукой. Экран Xperia XA1 защищен стеклом Gorilla Glass с качественным олеофобным покрытием. Поколение не уточняется, но недельное тестирование каких-либо увечий на нем не оставило. Сенсорный слой панели чувствительный, распознает, правда, только до четырех одновременных касаний. Две симметричные прорези динамиков на фронтальной панели смартфона, казалось бы, так и шепчут о том, что здесь стереозвук. Но не тут-то было. За верхний спрятан разговорный динамик, а за нижний микрофон. Мультимедийный динамик 1 и, как уже упоминалось, обустроен он на нижнем торце. Он и правда напичкан такими аудиотехнологиями, как Clear Audio Plus и X-Loud. Кроме того, в наличии динамический нормализатор и эквалайзер, но о стереозвуке речь не идет. Но в целом качество звучания Xperia XA1 неплохое. Громкость выше средней, дребезжания на максимуме отсутствуют. Смартфон хорошо звучит в наушниках, но их придется докупать отдельно, так как в комплектацию тестируемого гаджета вошел только адаптер питания, кабель USB-USB Type-C и инструкция пользователя. С ростом поколения смартфон обзавелся новомодным симметричным портом USB Type-C, но так и не обзавелся сканером отпечатков пальцев, а ведь сегодня уже каждый второй 100-долларовый китаец его имеет. Вот что точно не предлагают пользователям трубки из Поднебесной, так это такие фото и видео возможности, как у Xperia XA1. Качественные автопортреты обеспечивают широкоугольная 8-мегапиксельная камера, а за другие виды фотосъемки отвечает 23-мегапиксельная основная со светодиодной вспышкой, пятикратным зумом Clear Image и гибридным автофокусом. В обоих фотомодулях используется 23-мм широкоугольный объектив со светосилой 2.0 и электронной стабилизацией изображения SteadyShot. Обе имеют ручной режим, суперавторежим, режимы панорамы, серийные съемки, фотосъемки со звуком, а также художественные с фильтрами на любой вкус и многое другое. Так что камеры Xperia XA1 по своим характеристикам достались флагманские. На практике в условиях дневного освещения они и правда делают качественные снимки с хорошей детализацией, хотя и не лучшей насыщенностью цветов. А вот в помещении ночью в авторежиме часто грешат нерезкостью, из-за чего приходится прибегать к ручным настройкам. В видео обе камеры смартфона записывают в максимальном разрешении Full HD. Железо модели обновилось в сравнении с трубкой предыдущего поколения. Производительности хватает абсолютно на все задачи, которые сейчас есть в потребительском сегменте, в том числе для запуска ресурсоемких игр на максимальных настройках графики. Однако есть одно «но». Почти с двойным приростом мощности емкость аккумулятора смартфона не выросла и составляет все те же 2300 мАч. Непрерывное воспроизведение HD-видео онлайн продлилось около 8 часов на среднем уровне подсветки экрана, а час игры в Asphalt 8 отнял 20% от заряда. В смартфоне реализованы два фирменных режима энергосбережения, стамина и ультра-стамина, а также поддержка технологии быстрой зарядки от Mediatek. Xperia XA1 работает под управлением операционной системы Android 7.0 с интерфейсом Xperia, содержащим такие предустановленные программы, как компаньон для консоли PlayStation, клавиатура SwiftKey, новостная утилита NewsSuite, мультимедийное приложение Xperia Lounge, Movie Creator для автоматического создания коротких роликов и многое другое. В целом, система Android и фирменная оболочка занимают почти 10 гигабайт встроенной памяти смартфона из 32 заявленных. А расширение, напомним, возможно только с помощью microSD-карт максимальным объемом до 256 гигабайт. Наконец, цена Xperia XA1 – 340 долларов. На мой взгляд, дороговато, как для смартфона без сканера отпечатков пальцев и далеко не самой топовой аппаратной начинкой. Тем более, конкуренты не дремлют. Ну и соблазниться на эту модель, поверьте, есть кому. Например, любителям мобильной фотографии, качественной картинки на экране, ну и, конечно же, фанатам замечательного лаконичного дизайна трубок Xperia, которые, к тому же, отличаются непревзойденным качеством сборки.